Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. С вами Миронова Виктория и сегодня буду работать вот с этими ручками. На первый взгляд может показаться, что в принципе здесь ничего сложного нет и справиться с задачей довольно легко. Но только посмотрите ближе на эти ногти и вы увидите, что они перепилены в некоторых местах. Девочка мне рассказала, что она очень любит длинные красивые ногти, но к сожалению у нее последнее время очень плохо носятся материалы и ногти постоянно отслаиваются. Либо отрезкаются в зоне стресса, а потом отваливаются. Так и случилось и в последний раз она нарастила ногти себе где-то месяц назад, но пошли отслойки, немного ногтей отвалилось, поэтому она решила самостоятельно их снять. У нее дома есть фрезер, поэтому она принялась за работу. Я вам даже больше скажу, когда я самостоятельно спиливаю себе полностью искусственный материал, то тоже могу нашкодничать и немного перепилить свои ногти, особенно когда фрезер у меня в левой руке, а я снимаю материал с правой. Поэтому здесь в принципе та же ситуация, девочка себе перепилила ногти, особенно на кончиках. Еще дело в том, что ногти ее натуральные растут вверх, и поэтому если не учитывать эту особенность, то сделать пропилы на кончиках очень просто. Так как девочка уже отчаялась, что у нее не носятся твердые материалы и она не сможет быть обладательницей длинных искусственных ногтей, она спросила меня, можем ли мы сделать просто покрытие ногтей гель-лаком. Это конечно можно сделать, но стоит ли? Так как на некоторых ногтях очень сильно перепилен свободный край, то скорее всего, чем бы я их не перекрывала, каким бы гель-лаком я это не делала, то скорее всего в тех местах пойдут отслойки. И конечно это ни к чему хорошему не приведет, а будет плюс одна травматизация натуральных ногтей. Наверное сейчас многие подумали, что можно же укрепить такие ногти, например досыпать акриловой пудрой, либо еще что-то там домешать. Но я вам скажу, что я не большой сторонник вот таких укреплений и все-таки больше люблю именно твердые материалы. Поэтому в данном случае я девочке предложила, что давай сделаем все-таки минимальное донаращивание свободного края, чтобы ногти были очень короткие, чтобы все-таки посмотреть будет ли носиться искусственный материал. Мне очень интересно, действительно будет ли он хорошо носиться. Ну и конечно немного краше будет, когда ногти будут чуть-чуть подлиннее. Девочка согласилась и даже обрадовалась тому, что я предложила вот такой вариант, что у нее будет не совсем короткие ногти, а будет какая-то минимальная длина. В данном случае для донаращивания свободного края я использовала жидкие формы, так как мне показалось, что с бумажными я здесь буду возиться чуть дольше, из-за того, что есть высокие боковые валики, но и будет не совсем удобно укладывать туда формы. А вот с жидкими формами проблем не было. После того, как быстро сделала опил формы, я беру жидкий гель и делаю небольшое выравнивание, можно и так сказать. После полимеризации материала снимаю липкий слой и приступаю к опилу. Итак, мне нужно выпилить все, что там изнутри у нас. Конечно, там вот такой толстенький слой, его нужно спилить. Сначала я беру вот такую объемную фрезу твердосплавную, ну а дальше уже тонкой алмазной фрезой все дорабатываю. При этом, вы видите, я очень хорошо отжимаю прям пушечку валик, чтобы фреза не терлась об кожу и чтобы не было никаких болевых ощущений у клиентки. В конце прохожусь фрезой юла, делаю кончик ногтя тоньше. Ну и мне осталось немного срезать огрубевшую кожу, которая там где-то есть. Под низом, сверху, в общем здесь она везде кусочками, поэтому аккуратненько ее убираю то ножничками, то кусачками. Конечно, проще сделать маникюр, когда до тебя кутикулу никто не трогал, но имеем то, что имеем и мне приходится срезать по кусочку, то тут, то там. Ну и осталось уже в конце перекрыть ногти гель-лаком и сделать совсем какой-то минималистический дизайн, чтобы просто он там был, но ничего сверхъестественного и массивного здесь делать не нужно. Итак, перекрываем ногти вот таким темно-бирюзовым гель-лаком. Это торговая марка Атика номер 101. Очень красивый и насыщенный цвет. Но ногти у нас не останутся такого оттенка, он будет немного другим. Ну, скорее даже не немного, а совсем другим. Итак, когда бирюзовый гель-лак высох в лампе, я беру черный светоотражающий гель-лак. Я уже однажды его вам показывала в своих видео, перекрывала им свои ногти, но я делала черную подложку. Поэтому гель-лак получался в результате, ну, просто черным с вот такими блестяшками. В этот раз я перекрываю этим цветом бирюзу и в конце увидите, что у нас получится. Как я и говорила, дизайн будет очень простым. Мы перекрыли ногти блестящим гель-лаком, поэтому здесь ничего там громоздкого я уже делать точно не буду. А просто рисую вот такую нежную веточку. Рисую ее не просто белым цветом, а туда домешала совсем чуть-чуть каплю темной бирюзы, чтобы цвет немного стал мятным. И уже этим цветом прорисовала сверху вот такие веточки. Топом я делала перекрытие перед рисунком. Вот такой результат получился у нас в конце. Конечно, это не длинные ногти, прям расписанные каким-то очень красивым рисунком. Но я думаю, что вам такое перевоплощение тоже понравилось и вам было интересно наблюдать. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть эти ногти дальше. Интересно ли вам узнать, относились они хорошо или нет. И что же мы дальше будем с ними делать. Вам, конечно, большое спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С вами была я, Миронова Виктория. Всем пока-пока!